Так и буду записывать видео, да? Ребята, привет! Привет, ребята! Недавно я принимала участие в лайв-записи подкаста «Это непросто». Ведущая Ксения пригласила меня, чтобы задать мне вопросы на тему карьеры, что все-таки выбрать, офис или фриланс, нужно ли уходить из офиса, если ты чувствуешь, что ты уже устал, что у тебя такой момент перегорания. И все эти вопросы Ксения мне задавала на протяжении примерно часа, и при этом присутствовала живая аудитория. То есть вы, ребята, у нас было примерно 250 зрителей. Я хочу показать вам несколько фрагментов из этой встречи. Это то, что мне помогла записать Ульяна, моя дорогая, любимая Улилай. Я очень-очень ей благодарна. Давайте в комментариях напишем ей спасибо за то, что она сделала эту масштабную работу и была репортером все это мероприятие. Итак, сейчас немножко посмотрим ответы на мои вопросы, и потом я вернусь к вам. Как у тебя появился карьера фриланс? Помнишь? Да, это пришло ко мне с моей прошлой работы. И вообще, мне кажется, классно, когда ты ищешь эти фрилансерские проекты через своих знакомых, через людей, которых ты знаешь по другим работам, потому что это всегда проще. Люди знают, как ты работаешь, чего от тебя ждать. У вас есть какой-то такой общий кредит доверия. И, соответственно, таким образом я и нашла первое свое дело. А потом еще у меня были несколько таких сайт-проект, которые не оплачивались сначала. И это тоже было в таком формате некой стажировки, когда я уже жила в Швеции. И со временем просто контакты людей, с которыми я работала, как-то у нас освежились. Быстро тебе получилось адаптироваться к формату работы из дома на кого-то? У меня не было предупреждения в фрилансе. То есть я не знала, как это. Я не знала, будет ли это скучно или будет ли это, наоборот, супер-классно. У меня просто была ситуация, когда мне нужны деньги, и ты в такой момент, ну, на самом деле, не размышляешь очень долго. Дают работу из предложения класс. Ты начинаешь, ты входишь в этот ритм. И я очень люблю работать из дома. То есть мне действительно комфортно физически находиться у себя в доме. Я, наверное, полгода назад вышел на работу в офис, до этого работал около года на фрилансе. И почувствовал жесткую просто просадку продуктивности. То есть, когда ты работаешь из дома, ты можешь себя прекрасно контролировать. А когда ты работаешь в офисе, начинается весь этот хаос, смахают люди. И вот это все. Как ты с этим справляешься, если у тебя что-то такое есть? Если нет, ну, я знаю, что у меня только так. Да нет, не только себя, на самом деле. Я думаю, здесь важно понять на себя, в какое время супер, ты наиболее продуктивный, и только так распределять свою удачу. То есть, условно, я, например, всегда председала, что я до обеда вообще не хочу ходить на встречи и разговаривать с людьми. И я даже предложила в нашей команде до 11 утра не разговаривать вообще. И я думаю, почему-то на работе мне так не хлопали, когда я это вообще не знала. Но, слушайте, стало тихо, просто фантастика. И я теперь думаю предложить на всем этаже вот эту инициативу. В общем, если я спорю, гордость над релаксом, не удивляйтесь. Но я думаю, да, только так. Сокращать встречи до 15 минут, четко регулировать свое время. И, на самом деле, делать перерывы тоже, потому что, ну, работать здесь равно же какие-то, ну, возможно, физически. Нужно давать себе время, адаптироваться с одного режима на другой, потому что, ну, действительно, иногда 5 месяцев не получилось, а потом получилось, главное продолжать, ну, как-то адаптироваться. И в итоге найдется подход, и в итоге религизм, и голова поймет, что происходит, что нужно в новых условиях работать. Да, 100% кстати, согласна. И мне кажется, что, опять же, к вопросу, не нужно спешить жить, просто, да, немножко времени, и все будет нормально. Стартап немецкий, это, конечно, такая вещь, где ты делаешь тысячу дел одновременно, и при этом нужно еще и уметь структурировать свою работу и навык структурировать вообще что-либо, в том числе и мою собственную жизнь. У меня еще этот момент не было. Поэтому это был, на самом деле, отличный опыт, и, правда говоря, если бы сейчас была возможность вернуться назад, то я бы не ушла через полгода, я бы осталась. Потому что это был просто такой критический момент, который надо было пережить. Это был очень мощный урок. И, в принципе, в какой-то деле то, что я ушла, это означало, что я не до конца с этим уроком справилась. И потом этот стартап разросся очень быстро, я наскоро общаюсь с ребятами, которые там работают. Там было 15 человек, сейчас там 70-80, то есть ребята растут просто потрясающе. И мне, конечно, хотелось бы быть частью этого приключения. Но вот такая какая-то молодость и вот это вот отношение, что, ну, ладно, я сдаюсь, я пошла, оно, вот, к сожалению, мне не дало понять вот всей прелести ростом совместного. Слушай, ну, интересная и такая получительная, конечно, история получилась. Потому что я так делала, и я через это прошла. То есть я, наверное, последний год фриланса, это было время, когда я в один момент даже закончила уже фрилансить, и я только оставила свой YouTube-канал. И подкаста у меня тогда еще не было. Были какие-то еще были такие небольшие проектики для души. И я в таком ритме прожила, ну, где-то, наверное, полгода точно, может быть, даже дольше. То есть я там была, и я знаю, как это. И именно потому что я знаю, как это, я решила на себя, что, ну, пока что хватит, я хочу чего-то другого. Это, мне кажется, очень интересный опыт, и я искренне уважаю людей, которые этим занимаются на 100%, ну, выделяя свое 100% время. Просто мне становится скучно, когда я работаю одна. И я еще на той стадии, когда, например, в YouTube-канале у меня нету помощников, у меня нету команды, и я делаю все сама. И когда ты наедине с собой 24 на 7 снимаешь, монтируешь, выкладываешь видео и делаешь все это по кругу, то рано или поздно ты просто понимаешь, что, ну, это в какое-то такое состояние робота, например, все превращается, и ты не хочешь так жить. Я же еще в какой-то мере изолирована от людей, да, то есть, например, ты здесь находишься в России, в Санкт-Петербурге, в Москве, и ты можешь в какой-то момент ездить изолирована в другой, где здесь масса проектов. Москва вообще просто феноменальный город возможностей. И, конечно, здесь, наверное, работать на себя в каком-то смысле проще. Так как я живу в другой стране, и я работаю с русской аудиторией, там этой аудитории физически нет или есть просто минимальный процент, то, конечно, я не получаю такой же отдачи, как, например, получаешь здесь ты. И, наверное, если бы я жила здесь, я бы со спокойной душой ушла абсолютно работать самостоятельно, потому что я бы знала, что здесь есть масса интересных проектов, где я могу все направить. Ну что, вот примерно так все это выглядело. Оказалось, что Ульяна также опросила нескольких из вас, пока я фотографировалась с ребятами, и она собрала обратную связь про мероприятие, и это было просто дико приятно смотреть. Когда я приехала домой, я сейчас рассказываю, и у меня прямо чуть ли не слеза на глазах, потому что это, ну, настолько необычное чувство, ребятам, видеть вас. И когда я была в Москве, ко мне регулярно кто-то подходил на улице, в театре, в магазине, и это просто странно, когда люди тебя узнают. Но это очень приятно, очень здорово, и мне всегда очень важно видеть вас, кто вы, разговаривать с вами. Поэтому спасибо, что вы пишете обратную связь, что вы оставляете комментарии в YouTube, и у меня в Instagram, и слушайте наш подкаст с Марго, потому что без вот этой обратной связи я просто не могу нащупать почву. Меня зовут Даша, я достаточно давно слежу за каналом Элины, наверное, сейчас времен Мелана тоже. Вот, и пришла сюда, чтобы наконец-то увидеть Элину Жу, потому что для меня это просто вау, я наконец-то ее встретила. Вот, и честно признаться, для меня Элина является таким вдохновителем, потому что после ее каких-то постов, видео и так далее, я поняла, что надо не бояться и пробовать, и после этого ты можешь действительно понять, что твое, и как ты реализовываешь себя в этом. Поэтому я очень сильно благодарна за это Элине. Меня зовут Маша, я смотрю канал Элины, наверное, больше года, и слежу за ее проектами, потому что меня вдохновляет все, что она делает. Мне каждое видео очень близко, и все, о чем она говорит с Марго в подкастах. Я сегодня приехала сюда, чтобы зарядиться энергией, и у меня это получилось просто на 250%. У меня зовут Таня, я студентка. Эта встреча у меня, прежде всего, возможность познакомиться с этой девушкой, которая восхищается, которая меня вдохновляет. Но я не могу сказать, что я прям очень много нового узнала на этой встрече, потому что я уже все эти мысли слышала именно и в видео, и в подкасте. Но эта встреча дала мне еще раз понять, что нужно строить свою карьеру, нужно искать новые возможности, нужно верить в себя, и не нужно бояться делать какие-то первые шаги. Меня зовут Оля. Пришла послушать Элину и очень продуктивно провела время, узнала очень много нового, как раз вот думала по поводу офиса или фриланса, и, в принципе, сделала некоторые выводы. Ты тоже хочешь сказать, что ты узнала из видео Элины? Привет, меня зовут Марина. Я пришла на эту встречу, потому что уже давно смотрю канал Элина. Мне очень нравится то, чем она занимается, особенно интересует сторона подкастов, потому что это что-то такое новое, какое-то новое вение, и очень интересно, как она делает это вместе с Марго. Наверное, то, что не надо бояться, а надо делать, если ты чего-то хочешь, действительно, не достичь, и у тебя все получится. Привет, меня зовут Саша. Вообще, за каналом Элина я слежу долгое время, даже не могу сказать, сколько. Вот. Элина у меня очень близка по духу, как мне кажется. Я сейчас сама работаю в офисе, и иногда на меня наплывает какое-то вот выгорание, что мне хочется поменять что-то, резко все кинуть. И поэтому Элина для меня является каким-то таким магистром, вот, и как учителем, наставником, который меня, не знаю, берет в руки, вот так вот сжимает, что все в порядке, ты ищи плюсы, ищи минусы, нормально сядь, подумай обо всем, и тогда ты можешь изменить все, что вокруг тебя происходит. Только вот подумай. Меня зовут Аня, я долго уже слежу за каналом Элины. Теплая такая встреча меня очень безумно восхитила. Меня зовут Мария, я первый раз вообще слушала сегодня какой-либо подкаст, и пришла я сюда, потому что Элина очень меня вдохновляет. Что я вынесла сегодня из подкаста, это то, что не стоит бояться, стоит пробовать новое, и быть открытым к новому, и идти к своим мечтам. Привет, меня зовут Кристина, я сегодня здесь, потому что Элина – это тот человек, который отчасти причастен к тому, что у меня жизнь поменялась. То есть она помогает своими видео, своими инстаграмом, вот там, где я нашла когда-то. Действительно, очень светлый, хороший человек, было очень приятно увидеть, прочувствовать эту атмосферу, куда действительно вот видишь, что человек, который вдохновляет своим примером, приехал и вдохновил опять Венесау своим примером. Меня зовут Ульяна, и сегодня я здесь, потому что Элина – мой друг. Что я вынесла из сегодняшней встречи? 32 гигабайта видеофайлов. Ребята, большое-большое-большое спасибо за все эти теплые слова. Я решила, что я хочу вставить в это видео, просто чтобы запомнить вас, запомнить ваши эмоции, свои эмоции, и спасибо за все подарки, которые вы мне сделали. Это было вообще супер неожиданно и мега-мега приятно. Я думаю, что еще обязательно что-то подобное сделаем, может быть, с каким-то еще другим брендом, что-то придумаем, какое-то мероприятие, где мы с вами сможем встретиться, и может быть, не только в Москве, но и в других городах, поэтому я всегда такие новости публикую у себя в Инстаграме, в сторис, поэтому следите, иногда там что-то такое проскальзывает. Не забывайте, что видео у меня выходят теперь в четверг и в воскресенье, поэтому, да, увидимся уже через несколько дней. И всем пока!